Привет всем, кто любит спорт, в эфире канала России 24, выпуск программы Мастер Спорта в студии Вячеслав Ильин. Хоккейный клуб Чебоксары, взяв 6 победных очков, не выходя на лед, поражение было засчитано саратовской команде Кристалл Юниор за неявку на тур, вчера все же скрестил клюшки на льду столичной арены. Соперником чебоксарских богатырей во втором туре второго круга перенства ВХЛ стали самарские летчики. Команда ЦСКА БВС в столице Чувашии прибыла загодя. Уже в понедельник, 7 ноября, армейцы попробовали лед арены. Так что после двойного поражения от Саранской Мордовии подопечные Игоря Тютнева были полны решимости дать бой нашим чебоксарским богатырям. Однако не зря говорят, что желаемое и действительное разделяет пропасть. Урок, полученный от летчиков в Самаре двумя неделями ранее, пошел в нашей дружине в проб. Подопечным Сергеем Нуржановым хотелось к первому периоду, чтобы фактически сделать игру. Хозяева льда четко сыграли в обороне, поймав своих визавей на двух результативных контратаках. 2-0. Гостям все же удалось включить форсаж во втором периоде, дважды огорчив галкипера богатыри Михаила Фофанова. Однако продержаться летчикам долго на такой скорости не удалось. Ответ богатырей в исполнении Антона Горбенко и Арсения Старкова был 4-2. В заключительном третьем матче команды пытались склонить чашу весов в свою пользу, но лучше это получилось у хозяев льда. Какую бы оценку поставил своему коллеге Миша? Миша? Ну 5, конечно, из 5. Он молодчик. Сегодня вытаскивал команду, помогал. Но он сделал все. Я думаю, это голынье его. Как бы там не помогли чуть-чуть игроки. Он сегодня молодчик. В эти минуты на льду Чебоксары-Арена проходит повторная встреча. Будем надеяться на продолжение победного банкета. Ну а от хоккея плавно перейдем к другой национальной забаве. В самом обороне без оружия. Прошедший в столичном дворце самбо-розыгрыш Кубка Главы Республики собрал рекордное количество гостей. В числе приглашенных была и наша съемочная группа. Испытать свои силы в девятом розыгрыше Кубка Главы Чуваши приехали в Чебоксары 200 спортсменов из 19 регионов России. Причем часть областных и республиканских сборных насчитывали по два состава. Секрет такой популярности оказался простым. И хочу напомнить то, что вы будете бороться за путевку. Первые, в которых места будут выступать, сразу выгнали в первенстве Российской Федерации, которая будет отбираться на первенстве Европы и первенстве мира. Второй год подряд на турнир Чебоксары приезжают самбисты Казахстана. В первый визит ребята увезли домой одно золото и две бронзы. И судя по количеству спортсменов, ныне гости из сопредельного государства приехали в Чувашию не номер отбывать. У нас приехали из Казахстана три команды. Это команда Уральск, Атрау и Ахтубе. С Уральска приехали 6 человек, с Атрау 9, с Ахтубе 15 человек. Ну, как бы, это отбор России на чемпионат России. А у нас турнир для нас просто, как бы, опыт взять, собрать. Студент спортивного колледжа Арыстан Табанияс в категории до 65 килограммов завершил турнир на восьмом месте. Не добрались до верхней ступени пьедестала подчета и его друзья по команде. На сей раз в Казахстан самбисты увезли одно серебро и две бронзы соревнования. Ну, а наше внимание было сосредоточено на выступлении команды хозяев, обладателей весьма солидного Кубка главы сезона 2015 года. Первый день соревнований, увы, не порадовал любителей самбо нашей республики. Из пяти комплектов наград подопечные федерации самбо-чуваши смогли похвастаться лишь одной бронзы. Так что на церемонии награждения награды из рук главы получали гости. У нас последние годы на самом деле этот вид спорта развивается. Это во-первых. Во-вторых, данный вид спорта по принятому решению Министерством спорта Российской Федерации совместно с Российской Федерацией по самбо для Чувашской Республики является базовым видом спорта. Пожалуй, единственное, что смягчило горечь отсутствия побед Михаила Игнатьева, так это то, что слова у самбистов не расходятся с делами. Еще не отгремели победные фанфары, как в зал соревнований заполнили юные самбисты, изучающие первые броски, но уже обладающие твердостью духа. Кстати, вместе с мальчишками в самбо ныне приходит немало девочек. И для них этот вид спорта не просто самбо, а образ жизни. Я из города Кинч, Миланской области. Мне шесть недель. Мой папа тренер по самбо. Мой брат здесь стал стильным призером. Я буду заниматься тоже самбо. Но все же без наград сборная хозяев не осталась. Не скрою, наше внимание прежде всего привлекли победителей прошедшего неделю ранее в Оренбурге к детского первенства России. Чебоксанцы Илья Капустин и Василий Федоров. Несмотря на то, что ребята еще не успели восстановиться после тяжелого турнира, они приняли решение помочь команде. Это не простые соревнования. Это соревнования за Кубу главы Чувашской республики. Я выступаю здесь, чтобы принести своей команде очки. В весовой категории до 70 килограммов, в которой заявился Илья, спортсмен в синей куртке, на подиум претендовали 27 борцов. Подопечный заслуженного тренера России Алексей Рыбакову сумел пройти 4 круга. Но в борьбе за номер уступил бронзовому призеру соревнований Ивану Пегушину из Пермского края, заняв в итоге 6 место. Чуть лучше сложилась борьба у его коллеги Василия Федорова, спортсмен в синей куртке. Подопечный молодого тренера школы самбо четра Роман Матвеев сумел дойти до бронзы в категории спортсменов до 52 килограммов. Борьба не получается из-за того, что я сейчас приехал после России. Но я там взял первое место и сейчас я не восстановился еще. Турнир послужил хорошим уроком молодым самбистам. И наверняка полученный опыт они применят через месяц в борьбе за награды первенства мира, который в середине декабря пройдет на Кипре. Кстати, компанию ребятам в Лимассоле может составить Таня Федорова, которая на Кадетской России завоевала серебро, весит до 41 килограмма. Я завоевала серебряную медаль, но я бы хотела занять золото. У меня есть старший брат, я бы хотела... А что он завоевал, старший брат? Мой старший брат завоевал тоже серебро и поехал на первенство Европы. Но я бы хотела завоевать золото и поехать на первенство Европы. А с золотыми самбистами в составе сборной Чуваши в борьбе за кубок главы Республики Стали Никита Соколов и Антон Чернов. Сумершие подняться на верхнюю ступень педестала почета в категориях до 70 и 81 килограммов соответственно. Выигрывать не нужно было обязательно, так как на меня была надежда от тренеров. Мама в меня верила, все мои близкие. Поэтому пришлось выиграть. Все это помогло команде хозяев удержать победный кубок от главы Республики. Ну а специалистам предстоит сделать серьезные выводы. Результаты этого кубка главы Республики нас не радуют. И огорчили они наших ребят, которые думали шапками закидают противников, но так не получилось. В этом году очень сильный состав. Три команды Казахстана, две команды Москвы, Урал, Сибирь. Очень сильный состав. Наша молодежь была уставшая после Оренбурга. Шесть дней назад мы вернулись с Оренбурга. Но самое главное, кубок главы Республики мы отстояли и будем готовиться к первенству ПФО. Праздничный день на спортивной площадке. В спортивном комплексе Красноармейского района школьные команды разыграли награды спартакиада учащихся. В какой школе обучаются лучшие мастера маленькой ракетки района узнали и мы. В программе районной спартакиады школьников, который включает 10 видов спорта, настольный теннис появился 4 года назад. Благодаря усилиям энтузиаста этого вида спорта Виктора Николаева. Уроженец села Красноармейска в молодые годы и сам занимался настольным теннисом. Не раз становился призером чемпионата в Чувашии. Идею популяризации настольного тенниса Виктор Степанович воплотил в зрелые годы, став президентом профильной районной федерации. В Красноармейском районе сильно развит спорт. Есть борьба, есть лыжи, но мы решили сделать еще и настольный теннис. 4 года назад появилась идея создать такую федерацию. И мы ее создали. Создали не на пустом месте. Предварительно мы закупили столы, пригласили на мастер-класс спортсменов из города, мастеров спорта, кандидатов мастеров спорта. Провели необходимые методические указательные занятия. И вот на сегодняшний день уже есть какие-то результаты. Вот и на сей раз, прежде чем дать свисток старту спортакиады, мастер-класс с участниками соревнований провели воспитанницы Столичной школы Олимпийского резерва по настольному теннису. Мастер спорта о России Екатерина Воробьева и перворазрядница Юлия Пуговкина. Самая опытная из дуэта Екатерина Воробьева, студентка Чебоксарского электромеханического колледжа, выступает в составе Чебоксарской женской команды «Синкер», которая в этом сезоне получила право играть в Суперлиге клубного чемпионата страны. Третья-классница 41-й столичной школы Юлия Пуговкина в этом году вместе со своими подругами по школе Олимпийского резерва примет участие в розыгрыше наград Высшей лиги Всероссийской Федерации настольного тенниса. Сюда приезжали два раза, столы были намного хуже. Но сейчас новые, мяч летит, все хорошо. Я здесь первый раз, меня приятно удивило, что дядя умеет играть. А страшно было с ним играть? Нет. Была уверена в победе? Да. После такого урока игра участников турнира пошла активнее. В роли фаворитов ныне выступала команда Траковской школы, сумевшая в прошлом году завоевать победные кубки сразу в двух группах. Школьников до 9 класса и команд учащихся 10-11 класса. Нынче мы рассчитываем на победу старшей группы. Они также сильны в этой группе. Младшая группа у нас сегодня играет в неполном составе. Два основных игр, когда у нас уехали, играет в Нижний Новгород футбол. И мы пока рассчитываем на лучшие результаты, конечно. Надеемся, что наша младшая группа тоже достойно покажет себя в этой игре. Как и предполагал Варерий Чехловский, его подопечные старшеклассники сумели и на сей раз доказать своим сверстникам, что они лучшие мастера пинг-понга в районе. А вот их младшие коллеги завершили соревнование на седьмой строчке протокола, уступив первое место ребятам из Большей Шатнинской школы. Председатель правления Чувашской автомобильной федерации, кандидат мастера спорта страны в кольцевых гонках Сергей Шулунов в межсезонье проводят на Ближнем Востоке, участвуя в монокубке Radical Middle East Cup. И как показал первый старт вице-чемпион 2015 года, третий сезон намерен завершить на верхней ступени пьедестала почета. Квалификации перед первой гонкой на автодроме Ясмарины чебоксарский пилот показал третье время, однако смог выиграть заезд и подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Перед второй гонкой Шулунов вновь квалифицировался третьим, однако в 45-минутном заезде задачу усложнил 15-секундный гандикап, положенный ему за триумф первой гонки. Тем не менее Сергей показал высокий темп и стал бронзовым призером, получив еще одну награду за уикенд. Но не дремлют и соперники. Ускорился в этом сезоне известный финский пилот Яни Хуэрпе. Этим летом он проехал все этапы Radical и European Masters, не раз поднимаясь на подиум. На волне этого гигантского наката он продолжает набирать очки. Однако после двух гонок первого уикенда именно Сергей Шулунов возглавил личный зачет с результатом 31 очков. Ближайшего преследователя российский пилот опережает на 7 баллов, компенсируя отсутствие опыта, работая в команде, разбирая каждый заезд по косточкам по телеметрии. Я получил новый и очень хороший автомобиль. Это предыдущая модель, но она очень качественно собрана и подготовлена. Мы продуктивно потрудились над настройками, пройдя несколько тестов. Очень доволен машиной. Удается идти в хорошем темпе. Но все же есть над чем работать, так как лучшие времена пока не напротив моей фамилии, к сожалению. Как всегда, очень жесткая борьба. Есть несколько очень быстрых пилотов. На первом этапе их оттянули на нижней строчке собственные партнеры, которые еще недостаточно вкатились. Но они будут прогрессировать под патронажем быстрых наставников. И вскоре эти дуэты создадут всем большую конкуренцию. Огромную роль играет, конечно, поддержка друзей, коллег, просто людей, болеющих за наших, выступающих за рубежом. Постоянно ощущаю огромную энергетическую подпитку от них. И в завершении выпуска еще одна радостная информация, напоминающая нам о том, что приближается Новый год. Подведены итоги с российского смотра конкурса на лучшие организации физкультурно-спортивной работы в субъектах нашей страны. Оценка работы регионов осуществлялась по шести направлениям. Физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база и финансирование. Отрадно отметить, что по направлению физической культуры и массовый спорт Чуваша заняла первое место среди 85 субъектов Российской Федерации. По подготовке спортивного резерва республика находится на 23 месте. На строчку ниже 24 место показатели по направлению спорт высших достижений. Этой информацией мы завершаем выпуск нашей программы. Впереди вас ждет традиционный анонс спортивных мероприятий предстоящих выходных дней. Я с вами прощаюсь до следующей недели и занимаемся спортом. 12-20 ноября Новочебоксарск специализированный зал 3-й школы Олимпийского резерва чемпионат Чуваши по теннису среди женщин. С 13 по 20 ноября в Чебоксарах на льду Чебоксар-арена пройдет перенесло сборных команд федеральных округов по хоккей и шайбе среди юношей 2002 года рождения. 13 ноября в спортзале общеобразовательная школа номер 29 столицы республики пройдут показательные выступления воспитанниц Федерации художественной гимнастики Чебоксар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова